что является очень важным свойством зуба это его света проводимость куда в вашем важнее сохранять именно вот эти есть важные свойства алмаза и зуба это его света проводим и что лица сам важно еще один эксперимент как после как мы нанесли b1 светопроводимый материал поверх трех разных композитов на самом деле здесь композит а1 видите посмотрите внизу слева видите у нас материалы ли более серым на на базе также между а2 и а6 большая разница по хроматичности на насыщенности но их светопроводимость одна и та же после того как я нанес слой эмали мы видим разницу между дентином а2 и а6 опять же мы видим самый важный фактор не насыщенность не хроматичность а светопроводимость что собственно будет определять результат и наоборот если нам требуется цвет а6 что мы должны сделать данном слайде с левой стороны мы расположили дентин а6 на поверхность прозрачного стекла и сделали фотографию когда мы сделали фотографию свет от вспышки он прошел через композит и также он прошел через прозрачное стекло поэтому свет был практически полностью потерян свет обратно не смог вернуться к камере не смог обратно вернуться в наши глаза это делает композит сероватым по своему оттенку потому что энергия света исчезла и поэтому мы видим здесь сероватой они желтоватый оттенок а с правой стороны тот же самый композит а6 выглядит более желтоватым потому что основа видите у нас композит находится на белом листе когда свет проходит через композит и доходит до белого листа доходит до вот это основа основания этот лист а будет отражать практически весь свет который на него падает и этот свет уже идет отражается в камеру и у нас таким образом а теряется большая часть информации о цвете этого композита мы видим желтый цвет если мы хотим сделать желтый зуб можете создавать тогда основу зуба и запакового белого цвета тогда свет будет от этих внутренних масса отражаться через внешний слой и будет зуб будет казаться желтым и есть и под композитом свет если мы используем светопроводимый композит под внешним слоем у нас будет свет как раз проходить и полностью теряться и не будет отражаться обратно если мы используем под эмалевой массой дентин допустим если будем использовать темный дентин в нашей реставрации мы знаем что черный цвет означает что происходит полное поглощение света и практически отсутствие отражения света это будет делать композит более серым и светлота будет очень низкой поэтому наша реставрация будет выглядеть серый и та же самая ситуация возникает работе зубного техника техники делаю сначала опаковый слой для того чтобы замаскировать цвет металла опак он является очень белым и непрозрачным и дальше они уже работают на белом основании и могут используют разные цвета я также помню что что я вам ранее говорил что в переднем зубе нет никакого цвета но в работе зубных техников они очень часто рисуют большое количество цветов на белом основании это означает что если вы хотите как раз создать желтый цвет реставрации мы сначала должны нанести что-то белое опаковое внутрь нашей реставрации потому что белый и непрозрачный непрозрачный композит внутри нашей реставрации будет делать реставрацию в делать более желтый и тогда мы не будет более более вернее светлый мы не потеряем светлоту если мы например создадим более светопроводимые слой дентин то реставрация будет выглядеть более серый это объясняет почему некоторые зоны выглядят серыми некоторые зоны выглядят желтыми а некоторые выглядят абсолютно нормально мы с вам видим из фотографии что является ключом к подбору цвета ответ отсутствие подбора цвета мы должны подбирать не цвет а свет мы должны подбирать светопроводимость в переднем зубе как я вам говорил никакого цвета нет вообще что очень важно мы должны по-настоящему понимать почему зуб выглядит серым почему он выглядит желтым потому что я говорил что не так уж принципиально будете использовать а2 или а6 внутри реставрации если мы выбрали материал правильно по светопроводимости также хочу вам напомнить что есть может быть небольшая разница между а2 и а3 как я говорил если будете использовать а6 или а5 более темный дентин внутри реставрации у нас окончательно реставрация может выглядеть более серый потому что будет поглощаться больше цвета внутри и правильный ответ будет следующий это расположить а2 и 1 дентин внутри а1 или а2 дентин будет отражать больше света давайте посмотрим давайте посмотрим на зону а она она не выглядит такой желтой как раньше мы традиционно полагали что наиболее желтая зона это зона а а пришественная зона но то что вы сейчас видите на этой фотографии на данном слайде где у нас зона которая имеет более выраженный желтый оттенок большинство из нас если раньше мы полагали что зона а выглядит более желтой но на самом деле правильным ответом что зона с ближе к режущему краю она выглядит более желтой а не зона а от зоны а мы мы видим что здесь нет такая уж выраженная желтизна здесь больше серого по сравнению зоны с потому что зона а более светопроводимая по сравнению с зоной с почему и мы должны знать направление расположения дентиновых канальцев это основополагающую структуру мы должны знать каково же направление прохождение дентинных канальцев и тогда мы поймем почему зона а более светопроводимая чем зона с пришеечной зоне дентинные дентиновые канальцы они располагаются параллельно направлению наблюдения поэтому свету легче пройти через эту зону помните я говорил ранее если свет проходит глубоко глубоко и легко то внешне аппаратность кажется серой потому что происходит постепенное ослабление энергии света поэтому мы такую насыщенность цветом здесь не увидим для зоны ц данная зона выглядит более желтой одно из условий это то что у нас светопроводимые эмали и второе это опаковый непрозрачный дентин первое состояние вполне понятно если нет то хроматичность насыщенность дентина будет закрытой эмали а второе условие то что дентин более опаковый по сравнению с пришеечной зоной потому что дентиновые канальцы здесь располагаются практически параллельно здесь внешней поверхности и слою свету свету здесь сложнее пройти через зону c поэтому дентин в зоне c будет отражать большую часть падающего света и у нас будет до камеры доходить информация о желтом дентине это также связано с апплисценцией человеческой эмали апплисценция это феномен когда какое-то тело отражает свет то мы видим синий цвет если он не преломляет цвет то мы видим оранжевый оттенок поэтому при большой насыщенности дентин будет очень опаковый давайте посмотрим что такое апплисценция в данном видео мы видим что композиционный материал имеет синий цвет когда он находится в шприце потому что темный цвет шприца не отражает свет итак материал синего цвета когда у нас падает свет на материал и когда у нас используется металл как фон у нас материал будет казаться желтого цвета потому что гладилка будет отражать свет и происходит снова прохождение света через композиционный материал в сторону камеры что будет делать внешний вид данного композиционного материала желтым или серым цветом это эффект апплисценции который существует в природе давайте с вами посмотрим здесь вы видите что материал в шприце синего цвета потому что металл шприца темный цвет не отражает свет если же мы возьмем металлическую блестящую гладилку и возьмем материал то сейчас цвет материала меняется потому что сейчас от гладилки отражается через материал больше света это эффект апплисценции давайте еще раз посмотрим у нас меняется цвет пломбы не потому что мы заменили цвет материала или не потому что мы взяли другой композит а это изменение того как проходит свет через материал поэтому важность цвета не в самом цвете а свете видите разницу это композит фирмы токаяма так возвращаемся к этой фотографии для зоны б она выглядит чуть белее чуть светлее чем а чем ц потому что эмаль здесь она толще чем в зоне а что делает эту зону более светлой по сравнению с эмалью в зоне ц эмаль в зоне ц более светопроводимая из-за большего уровня минерализации в зоне ц мы знаем что чем больше степень минерализации у эмали тем более она светопроводимая это также причина почему зона д демонстрирует большое количество белого цвета потому что степень минерализации здесь очень низкая в зоне ц почему этот участок выглядит более желтым поскольку здесь больше уровень минерализации эмали для зоны д это эта зона с не достаточно большим уровнем минерализации теперь мы можем считать код цвета по светопроводимости зуба когда мы будем воспроизводить зону а почему мы должны считывать цвет естественного зуба поскольку если мы хотим скопировать правильную информацию с естественного зуба прежде всего мы должны уметь это понимать и считывать а после этого мы можем провести уже воссоздание хорошей качественной реставрацией когда мы хотим воссоздать зону а мы будем использовать светопроводимый эмали светопроводимый дентин мы знаем что в разных компаниях бывают разные варианты дентина дентиновых масс дентиновые массы не являются чем-то универсальным между разными компаниями производителями у них разная степень светопроводимости разные бренды деньги создавали светопроводимость дентиновых масс а информация про светопроводимость на материалах это самое важное некоторые дентиновые массы дентиновые композиты они очень светопроводимы может быть от кальтен от тока яма У них очень светопроводимые дентиновые массы, а некоторые стоматологи используют массы body. То есть, видите, даже иногда название масс, композиционный масс может быть по-разному. Мы должны, как стоматологи, знать всю информацию о композиционном материале. Также, что очень важно, знать информацию о светопроводимости композиционных материалов разных фирм-производителей. То есть, для зоны А мы будем использовать более светопроводимый дентин и также будем использовать более светопроводимую эмаль. То есть, пусть свет проникнет глубже и сделает этот участок более сероватым. Дентин – это не тот участок, где мы должны сделать эту зону более желтоватой. В большинстве случаев мы должны сделать эту зону более серой. И секрет к тому, как добиться более заметного серого оттенка – это сделать матери-реставрацию более светопроводимой. Не надо использовать слишком опаковый, слишком непрозрачный дентин, потому что дентин будет блокировать проникновение света глубже и он увеличит степень светлоты композита, чем нам нужно. Такой результат нам не требуется. Если мы хотим добиться сероватого оттенка, мы должны использовать более светопроводимые массы, более светопроводимый дентин. В некоторых случаях мы будем использовать массы бадди и никаких масс дентиновых. Когда мы будем воспроизводить зону B, мы будем использовать небольшое количество светлой эмали и такое же количество дентина, что и в зоне A. Разница между зоной A и B. Зона B более светлая, чем зона A, потому что эмаль в зоне B более толстая, чем в зоне A. Разница между A и B – это именно толщина эмали и, значит, светопроводимость эмали. Эмалевый композит в зоне B будет чуть более опаковый, чуть более толстый. Значит, будет отражать больше света и сделает эту зону более светлой. Зона C – это наиболее сложная зона для воссоздания, для переднего зуба. Мы должны выбрать очень опаковый и немного желтоватый дентин. Как я говорил, A2 и A1 будут наилучшим вариантом. В некоторых случаях, может быть, недостаточно хорошо будет использовать A1, A2, поскольку наши материалы не настолько идеальны, как натуральные твердые ткани зуба. Самый большой недостаток наших эмалевых композитов – это то, что апалисценция наших эмалевых масс не настолько хорошая, как апалисценция естественных зубов. Мы должны это компенсировать, а для этого мы будем использовать какие-то красители, как я вам уже говорил. Дентиновые массы не всегда достаточно опаковые. Мы должны использовать непрозрачно-опаковые и желтые краски для того, чтобы сделать мумилоны более заметными, как я говорил. И в то же самое время мы должны использовать светопроводимый материал между мумилонами. И для зоны С мы также будем использовать очень светопроводимую и апалисцирующую эмаль. К сожалению, у нас нет таких уж хороших материалов, которые полностью бы воспроизводили все оптические свойства естественных зубов. Вот почему мы пользуемся красителями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!